Добрый день, ребята. Здравствуйте. Ребята, все, видела ваши ответы. Рада приветствовать вас на наших улайн-занятиях. Надеюсь, у вас настроение отличное, ребята. День удался сегодняшний. Здравствуйте еще раз, ребята, те, которые только что присоединились. И мы можем приступить к нашему уроку, ребята. Все, спасибо за вашу обратную связь, ребята. Теперь приступаем к нашему уроку. Поэтому будьте добры, открывайте свои тетради, будьте предельно внимательны, ребята, в течение 25 минут, потому что мы сегодня пройдем новую тему, ребята. Мы сегодня будем говорить о многоклеточных животных. Потому что на прошлом уроке, если вы вспомните, мы проходили одноплеточные, или же простейшие. Помните? Так вот, ребята, запишите, пожалуйста, новую тему. Опять-таки в чате, ребята, пишите. Огромная просьба, ребята, кратко, ясно и по теме. Не отвлекайте, потому что как только приходит ваше сообщение, я отвлекаюсь, чтобы прочитать. А далее ответить, ребята. Все вопросы вы можете спрашивать у классного руководителя, ребята, по оценкам. Я уже их выслала. Все те работы, которые пришли ко мне на электронную почту, ребята, и работы в Я-классе уже оценены. И я надеюсь, вы уже получили свои оценки. Хорошо? Так, будьте добры, ребята. Давайте не будем отвлекаться и начнем нашу новую тему. Запишите, пожалуйста, тему в своих тетрадях. Общая характеристика многоклеточных животных. Тип губки. Цели нашего урока, ребята, сегодня мы познакомимся с общей характеристикой многоклеточных животных. Рассмотрим их разнообразие, классификацию. Также, ребята, сформируем понятие об особенностях организации ниши многоклеточных животных. То есть типом губки, как представители ниши, самых простейших многоклеточных животных, ребята. Раскроем особенности строения и жизнедеятельности их. Покажем усложнение строения губок по сравнению с одноклеточными. То есть, несмотря на то, что губки-то самые примитивные, самые простейшие многоклеточные, но по сравнению с одноклеточными, конечно же, у них прогресс, ребята. Они будут сложно устроены. Также, ребята, мы познакомимся со значением в природе и в жизни человека представителей губок. Но для начала, ребята, давайте проведем рефлекцию. Вспомните, пожалуйста, прошлую тему и поработайте с иллюстрациями, ребята. Посмотрите на рисунок. Рассмотрите и подпишите, какие органоиды находятся под номерами. Во-первых, ребята, кого вы узнали? Какой представитель, ребята, простейших перед нами? Умница, Алмамбет. Согласна с вами. Молодец, Алмамбет. Первый ответ и сразу в точку. Али идеально. Верно. Хорошо. И тогда, ребята, молодцы, перед вами амеба. А теперь, ребята, давайте будем угадывать, что же, ребята, какие же органы спрятаны под нумерациями. Под номером один, ребята, посмотрите. Под номером один. Под номером один, Санжар. Какой же органоид спрятан? Молодец, Алмамбет. Это ядро Арафат. Идеально верный ответ. Это ядро Санжар. Приняла ваш ответ. Номер два, ребята. Номер два. Ребята, проявляйте активность, потому что активность, еще раз говорю, будет обязательно оцениваться в виде оценок, обязательно в виде положительных оценок, ребята. Алмамбет, будьте добры. Я еще раз повторюсь. В чате, ребята, посторонние разговоры не вести. Огромная просьба вам. Молодцы, молодцы. И Айдана, и Айджана, еще кто мне успел написать-то. Правильно. Это сократительная вакуоль. Все верно, Адели. Это сократительная вакуоль. Под номером три, ребята, что вы угадали. Посмотрите. Под номером три это, как называется, часть цитоплазмы, ребята, посмотрите, которая внутри. Санжар, будьте внимательны. Это не малое ядро. А это что? Я подсказываю. Цитоплазма. Помните? Цитоплазма в России шаг делилась на две вида. Все верно. Алмамбет, только не эктоплазма, а она внутри. Это будет эндоплазма, ребята. Это эндоплазма. Хорошо. А вот под номером четыре, все верно. Айдай, Айджан, идеально верно. А под номером четыре, ребята, посмотрите внимательно. Аймир, принимаю ваш ответ. Айдана увидела под номером четыре, ребята. А вот под номером четыре это будет уже эктоплазма. Это будет эктоплазма, ребята. Хорошо. Или же, ребята, все верно. Если кто увидел лажноножки, это под номером пять. Кто мне там написал лажноножки? Идеально верно. Ответ это под номером пять. Алмамбет. Все согласна с вами. А лажноножки, ребята, для чего они нужны были? Вспомните, пожалуйста. Айджан, верно. Лажноножки для чего, ребята? Зачем они нужны амебе? Ну, ребят, молодец, Арафа, для передвижения. Хорошо. И для захвата пищи, как мы видим, ребята. Под номером шесть, соответственно, что? Назар согласна с вами. Под номером шесть, соответственно, все верно. Правильно, для передвижения, для захвата пищи. То есть здесь амеба мы видим. Захватывает пищу. А мы помним, он питается, помните, да, бактериями и простейшими. Водорослями одноклеточными. Дальше захватывает. Все верно. Втягивает внутрь и образуется пищеварительный вакуоль, где и происходит переваривание. Молодцы, ребята, молодцы. Спасибо за активность. Так, ребята, посмотрите на вторую иллюстрацию. Поехали, ребята. Во-первых, перед вами кто? Какой представитель? Ребята, все верно, Айджан. Умница, умница. Это зеленая Евглена. Хорошо. Под номером один, ребята, посмотрите, какой органоид спрятан. Ребята, приняла ваши ответы. Под номером один. Это у нас ядро Амир. Идеально верно. Под номером два. Посмотрите, опять-таки это будет сократительная вакуоль. Оль, ребята, Эльма, будьте добры по теме. Дальше под номером три, ребята, посмотрите. Это пилипула. Помните, да? Оболочка, которая придает форму зеленой Евглене, как мы видим. Под номером четыре, ребята, чтобы видеть. Айдана приняла. Только успевайте, ребята, не пишите. Одно и то же желательно. Я же вижу ваши ответы. Под номером четыре. Нет, ребята, это опять-таки что будет? Это эндоплазма, ребята. Под номером пять. Что вы видите, ребята, мои хорошие? Под номером пять. Молодец, Алмамбет. Это, естественно, это жгутик, ребята. Айдай успел, Алмамбет приняла ответы. Молодцы. Нужен для передвижения, конечно. Поэтому мы их называем жгутиком. Под номером шесть, ребята, что мы видим? Стигма. Айдай в точку. Умница. Это стигма. Лежа красный глазок. Молодец, Айдай. Самая первая. Арафат идеально верна. Под номером семь, ребята, мы видим эндоплазму, ребята. Как-то Айдай увидел, ребята. Давайте успевать. Под номером восемь эндоплазма Назар приняла ваш ответ. А под номером восемь что мы видим, ребята? Айдай, идеально верно. Айдай, вы сегодня в ударе. Бакай, молодец. Это правильно, ребята. Это хлоропласты. Помните, да? Двадцать хлоропластов. А Вайнер, помните? Молодцы, которые участвуют в фотосинтезе. Идеально верно. Хорошо, ребята, молодцы. И последний, ребята, представитель перед нами. Посмотрите. А это инфузория туфелька, ребята. Угадали ее? Поехали, ребята. Все верно, Айджан. Под номером один, ребята, что мы видим? Какой органоид? Молодец, Назар. Только под номером один. Молодец, Бакай. Вообще хвалю за активность. Бакай, вы попали опять-таки в точку. Это самый первый правильный ответ. Алимбик и Эльман присоединились. Аймир увидел. Это реснички. Нужны для передвижения. Под номером два, ребята, посмотрите. И с этой стороны, и с той. Айдай. Молодец. Идеально верно. Это сократительный вакуоли. Помните, мы говорили, да? Их две, и они сокращаются. Переменно через каждые 20 секунд. Молодцы. Под номером три. Под номером три, ребята. Так, так, так. Молодец, Айдай. Опять-таки в точку. Это цитоплазма. А конкретно это эндоплазма. Под номером четыре. И что мы увидели, ребята? Назар, Айдана приняла. Ребята, успевайте. Под номером четыре. Санжар. Самый верный ответ. Это большое ядро. Бакая приняла ваш ответ. А пятый. Ребята, пятый. Пятый эргоноид. Это будет мало ядро. Даниль, будьте внимательны. Айдай. Все верно. Это мало ядро. Хорошо. И мы говорили, помните, да? Большое ядро. Ядро участвует в обмене веществ. А мало ядро, конечно же, при делении клетки. Молодцы. Под номером шесть. Что мы видим? Это энд... Айдай, чуть поправьте. Это будет эктоплазма, ребята. Под номером семь. Что мы видим, ребята? Молодец, Санжар. Как он называется, этот рот? Клеточный рот, ребята. Бакай, молодец. Идеально верный ответ. Это клеточный рот. Даниэль. Хорошо. Под номером восемь. Все верно, ребята. Видите, пищеварительная бакуля отрывается. Идет порожица. Правильно. Я не успела прочитать, как он мне написал. Айда, и все верно. Это порожица. Ребята, молодцы. Восьмиклассники. Хвалю вас. Восьмой класс. Вы гиганты. Молодцы. Идеально верные ответы. Активность наибольшее. Спасибо вам огромное. Теперь приступаем к изучению новой темы, ребята. Рассмотрим особенности организации многоклеточных животных. Во-первых, ребята, рассмотрим самые характерные их черты. Морфологическое и функциональное различие клеток, их тел, ребята, это первая особенность. И в ходе эволюции сходные клетки в теле многоклеточных животных специализировались на выполнении определенных функций. Это приводит, естественно, к формированию тканей. А разные ткани, ребята, объединяясь, нам дают органы. Совокупность органов дают систему органов, ребята. То есть происходит такая дифференциация. И для осуществления взаимосвязи между ними, координация для их работы, ребята, образовывается регуляторной системой, называемая нервной и эндокринной, ребята. Благодаря именно двум этим системам, запоминайте, это нервная и эндокринная. Многоклеточный организм функционирует как целостная большая биологическая система. Вот самые, ребята, главные, основные пункты. На досуге выписать в тетради, ребята. Я еще раз предупреждаю, что я тетради буду проверять. Не все присылайте мне, ребята, свои тетради на проверку по электронной почте. Работу молодцы в Е-классе выполняйте своевременно. Это уже радует. Так, ребята, во время уроков не звоните. Будьте добры. Хорошо? Так. Так, теперь, Амир, возможно, ваша работа на электронную почту не пришла, поэтому будьте добры, перешлите, я обязательно проверю. Нет то, что, Айдана, нет, нет, не все конспекты, то, что я у вас спрашиваю. Так, Даниэль, будьте добры, не звоните. Еще раз говорю, не прерывать мой урок. Будьте добры, во время уроков не звонить, потому что это сбивает систему. И теперь посмотрите, ребята, на классификацию многоклеточных. Во-первых, по царству многоклеточным мы будем делить на беспозвоночных и хортовых, помните? Дальше, ребята, беспозвоночные мы разделим на двухслойные и трехслойные, в зависимости от слоев тела. И к двухслойным будут относиться губки кишнополосные, а трехслойные – плоские червы, круглые, кольчатые, члистоногие, молюзкие и иглокошие. А вот хордовые мы уже разделим на по типы. Бесчерепные к ним будут относиться только один единственный класс, называемый ланцедниками. И по тип черепные к ним будем уже относить и рыб, и земноводных, и пресмыкающих или рептилий, и птиц, и млекопитающих, ребята. Вот огромное разнообразие многоклеточных. Если будем говорить о симметрии тел, ребята, то у них, ребята, у многоклеточных есть или же радиальная симметрия. Она характерна, запоминайте, только для низших многоклеточных животных. И двусторонняя симметрия. А вспомните у простейших, что там было, ребята? У простейших это было, в частности у амебы это было. Алмамбет, будьте внимательны. А симметрия, помните, потому что все верно, в точку не было никакой симметрии. Хорошо. Если рассмотрим полости тела, ребята, то мы их будем опять-таки делить на бесполостные, али молодец. Бесполостные, то есть те, которые не имеют полости, али это опять-таки низшие, простейшие, многоклеточные. И первичнополостные, те, которые имеют первичную полость, называемую псевдоцелем, и вторичнополостные. То есть вторичная полость будет называться целом, ребята. А теперь, ребята, приступим к изучению самых примитивных, самых простых, многоклеточных, называемых губками. Ребята, запишите в своей тетради под тему тип губки. К типу губки, ребята, относятся все примитивные, многоклеточные животные. Они ведут сидячий образ жизни, что мы можем увидеть на презентации, ребята, прикрепивших к твердым субстратам в воде. Известно их, ребята, разнообразие их примерно 5 тысяч видов, и большинство из них, естественно, морские, хотя встречаются и пресноводные в форме, ребята. Хорошо. Характерные признаки типа губки. Данную, ребята, и классификацию по пунктам, отмеченные, самое главное, в тетради обязательно переписать, ребята. Это будет такая шпаргалка для вас, подсказка. Как только вы будете, ребята, выполнять какую-то работу или вспоминать тему, ребята, пункты, перечисленные вкратце, ребята, вам обязательно помогут. Посмотрите. Самые характерные признаки типа губки. Во-первых, это, конечно же, многоклеточные животные. Органы и ткани отсутствуют, потому что примитивные. Есть минеральный и, или же, ребята, органический скелет, алмамбет, или же у них встречается и минеральный, или же органический скелет. Дальше они ведут прикрепленный к одной естественной образ жизни биофильтраторы, потому что мы их рассмотрим в строении, вы увидите, почему их называют биофильтратами, ребята. Они размножаются половыми бесполным способом, и для них характерно, самое главное отличие, ребята, очень высокая способность к регенерации. Вот прямо удивитесь, когда мы сейчас будем рассматривать их регенерацию. Классификация губок. Все верно, Джан, и даже куча. Классификация губок, ребята, тип губки мы можем подразделить на три класса. Известковые губки, обыкновенные губки, посмотрите на слайды, ребята, и класс стеклянные губки. Систематика губок, ребята, основана на разнообразии форме естественной и составе их скелетных образований. Если рассмотрим строение тела губок, ребята, посмотрите на презентацию, мы уже увидим, что тело пористо, ребята, имеет бакалавитную форму. В верхней части тела, посмотрите, располагается устье, через которое полость тела губки сообщается с окружающей средой. В стенке тело состоит из двух слоев, посмотрите, из наружного эктодерма и внутреннего энтодерма, ребята. А вот между ними будет находиться студенистое вещество, называемое мезоглией. Вот строение губок. В эктодерме будут располагаться клетки покровного эпителия, то есть плоские клетки. Энтодерма же будет состоять из клеток, имеющих жгутики, называемых анацитами. Движение жгутика обеспечивает нагнетание воды в тело губки, ребята, это важно для питания и для дыхания. А в мезоглии будут расположены опорные клетки, которые будут формировать скелет. Амибоциты будут располагаться опять-таки там, они будут обеспечивать переваривание пищи, а также регенерацию. И помимо них, ребята, еще располагаются половые клетки. Регенерация – это процесс восстановления утраченных частей тела. А мы сказали, губки, ребята, у них очень высоко развита регенерация. Давайте рассмотрим, ребята, все-таки, как же они регенерируют. Если тело взрослой губки продавить через сетчатую ткань, вставляется процесс, то все клетки, естественно, отделятся друг от друга, как просеянные сквозь сит они пройдут. Даже если после этого мы поместим все эти отдельные клетки в воду и осторожно перемешаем, полностью разрушив все связи между ними, то даже, ребята, несмотря на это, спустя некоторое время они начинают постепенно сближаться и воссоединяются, представляете? Несмотря ни на что, хотя мы их отделили, нарушили, ребята, их целостность, они воссоединяются, образуя уже целую губку. Причем сходную, ребята, точную копию с прежней. Вот так, ребята, вот такая высокая регенерация у них. В губах хорошо развита еще пассивная защита, ребята, такая как наличие минеральных игл или же выработка каких-то ядовитых химических веществ. Скелет губок состоит из игл, называемых спикулами. По его образованию принимает участие вещество, называемое спангином, ребята, которое и скрепляет эти иглы между собой. Спикул в основном или же известковый, или же кремниевый. Вы проходите в этом году химию, поэтому вы уже представляете данные элементы. Посмотрите на виды скелетных игл. Питание, дыхание, выделение, ребята, как же происходит у губок? Питание, все эти процессы осуществляются благодаря току воду через их тело, ребята, потому что вместе с водой будет заходить и пища, ребята, и кислород. Поэтому, ребята, вода попадает в поры и выходит через устье. А вот питательные вещества, которые были в воде, они захватываются ханоцитами, потому что они имеют жгуть, мы говорили, и передаются амибиоцитам, которые их переваривают. Таким образом, они по способу питания являются фильтраторами, ребята. Запоминайте этот новый термин, ребята. И благодаря этому губки могут осуществлять очистку воды в водоеме, ребята. А даже, ребята, вот информация для вас. Некоторые губки прокачивают сквозь себя за день, понимаете, только за один день до полутора тонн воды, ребята. Вот такие мощные биофильтраторы. Половая система губки, ребята, очень простая, потому что все губки являются гермофронтитами, размножаются как бесполым путем, так и половым. При бесполном размножении образуются почки, но они не отделяются от исходного организма, ребята. Они образуют просто колонии новых губок, ребята. А вот при половом процессе образуется гомета. Мы помним из прошлых курсов, это половые клетки. Сперматозоид, ребята, оплодотворяет яйце в клетку, то есть процесс оплодотворения присутствует. И образуется оплодотворенное яйцо, называемое зиклодой. Дальше идет метаморфозы, то есть превращение. Яйцо превращается в личинку. Через некоторое время оно может свободно плавать в воде, но затем обязательно прикрепляется к одной естественной, и вырастает возрослая губка. А теперь, ребята, самое главное значение их. Зачем они нужны? Во-первых, они биофильтраторы, они очищают воду, разрушают береговые скалы, ребята. Является средой обитания для мелких животных. Служит пищеводным животным. Это означает, что является отдельным звеном пищевой цепи, ребята. Их используют для полировки деталей, как удобрения, а также, ребята, они используются в медицине и парфюмерии. Запоминается вот такое огромное количество значений. Ну, ребята, давайте посмотрим, как вы внимательно слушали наш урок, как вы усвоили тему. Будьте добры, ребята. По уровню организации губки, они наиболее... Молодец, Айдай, в точку примитивной, беспозвоночной. Молодец, Айдай. Второй вопрос. Айдай приняла. Губки обитают преимущественно, ребята, в каких водоемах? В каких водоемах? Мы сейчас только говорили. Эльман в точку, в морских или же в преснах, ребята. Помните, мы говорили, еще в пресноводной форме Айдана? Верно. Третий вопрос. Почти все представители типа губок имеют какой скелет? Ну, ребят. Так, Эльман, нет такого понятия. Вспоминайте, ребята. Имеет какой скелет? Эльман еще спрашивал. Тот или иной. Молодец. Органический. Все верно. И минеральный. Молодцы, ребята, в точку. Спасибо. Четвертый, ребята, наружный слой называется. Как называется наружный слой? Молодец, Эльман. Эктодермы. А внутренний слой? Внутренний. Эльман в точку. Эльман, вы самый первый. Где остальные? Все. Айджан, молодец. Увидела вас ответ. Айдана. Верно. Все, Айджан. Спасибо. Айдана. А теперь, ребята, пищеварение у губки, ребята. Как же происходит? Какие клетки переваривают? Частички пищ, которые проник, ребята, помните, через пору. Тело. Ну? Амибоцидные клетки. Помните, ребята? Все верно, Эльман. В точку опять-таки. Мезоглия, ребята. Вспоминайте тогда, что такое мезоглия. Как вы назвали мезоглию? Мы таки назвали это. Верно. А вот какое вещество, Эльман? Правильно. Находится между слоями. Во-первых, находится между чем и чем. Все верно. Это студенистое вещество. О, она находится между, ребята. Ай, дай. Молодец. В точку. А еще, ребята, находится между. Ну, ребята. Между какими слоями? Между эктодермой и энтодермой. Все верно, Ай, дай. Принимаю, ребята. Санжар приняла. Ребята, активизируйтесь. Потому что все это пощается оценочкой. Хорошо. Восьмой вопрос. Как называется способность? Все верно, Эльман. Вам пять, конечно. И не только, ребята. Всем тем, которые активно участвовали. Регенерация. Эльман в точку вы успели самым первым. Олымбек, принимаю ваш ответ. Это регенерация. Все верно, Эйда. Устье у губок. Это что, ребята? Ай, да, наверное. Устье у губок. Это специальное отверстие. Ай, да, молодец. Который что делает? Сообщает полосила с окружающей средой. Молодцы. Хорошо. А значение, ребята, губок в чем заключается? Значение губок. Все верно, Олымбек. Фильтрация. Принял Алмамбет. То есть они биофильтраторы. Хорошо. А очищение водоемов. Молодец. Ай, Джан. И еще. Для чего нужны губки, ребята, в природе? И для человека. Мы уже сказали, Али. Пища для животных. Все верно. Это отдельное звено пищевой цепи. Мы сказали. Ай, дай, молодец. Все верно. Разрушение прибрежных скал. А еще, ребята, для человека, ребята, помните? Молодец, Ай, Джан. В точке этой медицине и парфюмерии. Хорошо. Все верно. Молодцы, ребята. Спасибо огромное. Теперь тест, ребята. Можете быстренько написать мне только буквы. Всего четыре вопроса. Так, Ай, Джан. Ну, вообще, прям шустрый восьмиклассик. Все верно, Ай, Джан. Это бесполый, все верно, Ай, Джан. Бесполый половой путь. Молодцы. И тогда второй вопрос. Санжа Рарафат, Ай, Джан увидела. Ваш ответ. Они верны. Тело губки покрыто. Ребята. Тело губки покрыто. Так. Все. Алманбет уже на все вопросы ответил. Все верно. Пронизано порами. Пища попадает. Все верно, ребята. Через пор вместе с током. И последнее. Пищеварение внутри амебовидных клеток. Молодцы, ребята. Спасибо, шустрый народ. Домашнее задание, ребята. Выполнить проверочную работу в Я-классе. Как всегда будут сроки указаны. Будьте добры. Успевайте, ребята. Это обязательно. Потому что для этого и даются краткие сроки. Прочитать в учебнике тему подцарства многоклеточной тип губки. На странице, ребята. Начиная со страницы 21 по 25 страницу. И ответить письменно на вопросы 8 и 9. И интересные вопросы. Поверьте мне. Ответить письменно, ребята. На странице 25. Конечно. Рафат, будьте оценка за урок. Молодцы. Восьмой класс, ребята. И А, и Б, и выхвалю за вашу активность. В конце только могу сказать огромное спасибо, ребята, за вашу активность, за ваше внимание. Успехов вам. До свидания.